В музыкальном театре вовсю готовятся к новому сезону. Но на этой неделе, скажем, артисты прокачивали свой профессионализм под наставничеством мэтров из ГИТИСа. Это уже третий день мастер-классов от столичного режиссера и педагога. Причем, помимо групповых занятий, с каждым Сергей Терехов прорабатывает недочеты и в индивидуальном порядке. Речь в музыке, она тоже очень важна. Очень часто бывает ошибочно думать, что вокал – это такая вещь. Я вот спел интонацию композитора и, в общем-то, все, что вы от меня хотите. Вот у меня выписаны нотки, я их спел нормально. И недаром у нас наш великий русский певец Федор Шаляпин открыл такое понятие, как действенная интонация. Он говорил, что любую интонацию можно пропеть так или по-другому, в зависимости от задачи именно действия. Донести до зрителя идеи, мысли и чувства драматургического произведения артисту театра помогает сценическая речь. Это важнейшее средство оттачивают годами. И даже маститые артисты театра упражняются в этом мастерстве ежедневно. Ведь владение сценической речью помогает актеру раскрыть внутренний мир, социальные и психологические черты персонажа. В арсенале певца всегда масса распевок. Мы знаем, как свой голос быстро распеть, привести себя в чувства. Те упражнения, которые он показывал, мы так или иначе, может быть, выполняли тоже на сцене речи в своих вузах. Но поскольку вокалисты больше занимаются пением, сцен речь, актерское мастерство занимало чуть меньше. У нас доля этих занятий была меньше, чем в актерских вузах. Поэтому пополнить свой арсенал именно такими речевыми упражнениями, что-то вспомнить, что-то новое узнать всегда полезно. Гибкость, высота, звучность, объем голоса, а также правильное дыхание, четкость и ясность произношения – все это компоненты сценической речи. Сегодня на мастер-классе отрабатывают каждый из навыков, обращая внимание на тонкости конкретного упражнения. Несмотря на то, что мы профессиональные уже и опытные артисты, мы все равно имеем какие-то проблемы, у нас все-таки есть. Только мы над ними работаем, и перед каждым спектаклем мы разогреваемся, делаем какие-то упражнения, да, и, возможно, зрителю обычного этого не увидеть. А педагогу такому опытному со стороны, конечно, видней. И он даже самые маленькие какие-то мелочи, он подмечал, замечал и корректировал. Это очень важно и ценно, именно то, что он использовал индивидуальный подход к каждому. Такая вот образовательная сессия стала возможной благодаря проекту «Специалисты для театров» от Союза театральных деятелей России. Творческая инициатива позволяет пригласить ведущих специалистов для проведения мастер-классов по разным театральным направлениям. Рязанский музыкальный театр принимает участие в проекте первый раз, но точно не последний. 2 августа народному художнику СССР Виктору Иванову исполнилось 100 лет. Корни Виктора Иванова на Рязанской земле. Его мать родом из села Ряс Ишиловского района. Мастер продолжает творить по сей день и даже приехал в Рязань на открытие выставки в честь своего векового юбилея. Героями его картин частенько становились жители сел Рясы и сады Агромакова Красный Яр. Простые труженики самых обыкновенных рязанских деревень. И между тем эти работы уже при жизни принесли художнику признание. Ведь на полотнах Виктора Иванова не просто сценки из жизни людей. В своих работах он затрагивает важнейшие вехи жизни человека. Фиксирует эпоху. Год своего юбилея художник решил приоткрыть завесу тайны и показал, как творится картина. Поэтапно. В этой необычной композиции наброски эскизы, выполненные карандашом, углем или сепией. Всего две сотни рисунков. Большая часть взята из мастерской художника, и зрители увидят их впервые. Дополняют выставку работы из галереи Виктора Иванов и Земля Рязанская, которой в этом году исполняется 20 лет. Поздравить великого художника с юбилеем пришли многие. Вы наша гордость. Вы наше расстояние. Поклонников ваших талантов – это миллионы людей. Как в нашей стране, так и за рубежом. Полотна Виктора Иванова с первого взгляда можно отличить от работ других авторов. Это своего рода живописная летопись жизни и Рязанской земли и людей. На открытии выставки представители Российской Академии Художеств вручили Виктору Иванову орден заслужения искусству первой степени. В своем ответном слове Виктор Иванов рассказал о периоде в жизни, когда испытывал творческий кризис и чувствовал себя несостоявшимся художником. Тогда он принял решение вернуться на малую родину к матери и писать только то, что волнует сердце. И свое обещание выполнил – создавал все только с любовью. Народ – соавтор твоих произведений. Не ты это создал. Тебе дарили облик человека, его состояние, его понимание добра и зла и так далее. Так что вот за все это я благодарен судьбе. Творчество Виктора Иванова изменило многое. Как отметил директор Рязанского художественного училища Василий Колдин, мастер оказал большое влияние на развитие художественной школы, начиная с самых азов и заканчивая вузами. Да и само его творчество – уже школа. Гордится потому, что это его судьба в искусстве, но это полнейшее самопожертвование. У него вообще ничего нет, кроме творчества. И в этом поспособствовала ее семья, его покойная жена, которая приняла вот такой образ жизни. Все ради его творчества. Сегодня картины мастера украшают российские и зарубежные музеи. Работы мастера невольно наталкивают на мысли о роли русского искусства в мировой культуре. А размышления художника, запечатленные на полотнах, являются нашим наследием. Еще одна легенда земли Рязанской – фестиваль «Небо России». Стартовал спортивными полетами. В пятницу прошло открытие. И если вы смотрите меня прямо сейчас, это значит, что у вас еще есть время отправиться в Спасский район и увидеть прекрасное зрелище. На этот раз в Рязань приехали 35 команд. Из них 32 – участники Кубка России по воздухоплавательному спорту. Такое количество пилотов на фестивале впервые за историю его существования. А все потому, что регион интересен с точки зрения воздухоплавания, а организаторы за более чем 30-летнюю историю превратили фестиваль в легендарный. И вот утром 7 августа в небо над Старожиловским районом поднялись тепловые аэростаты. Недалеко ли вы летите? Далеко ли мы летим? Нет, недалеко. Мало кто знает, но они летят не просто так. В течение полета спортсменам нужно выполнить задание. Попасть маркерами в кресты, при этом заданные способы, могут быть разными. Отметить виртуальную цель на карте, а также зайти в заданный угол. Колоссальный опыт архангельского пилота Владимира Корнаухова. И вот маркер летит точно в цель. Хотя не все в сегодняшнем полете вышло гладко. Как прошел первый спортивный полет? Ну, первый полет прошел сумбурно, как обычно бывает. Волнение. Забыл, что сброс маркера по второму заданию гравитационный. Надо было аккуратненько его просто выпустить. Ничего мне этому не мешало бы, результат был бы не хуже. А я его вот так вот. Трудно все в голове удержать. Конечно. Ну, надо иметь хорошее настроение. Высыпаться, тогда ничего не забудешь. Команда – это не только пилот. Хотя от его опыта и знаний и зависит основной результат. Это целая группа поддержки. В случае с командой номер три – супруга пилота Лариса. И, конечно, те люди, которые отвозят на точку взлета, забирают после приземления. Всех объединяет одно – любовь к небу и одержимость воздухоплавания. С 22-го года узнал про существование фестиваля «Небо России». Друг мне рассказал, Алексей зовут, ему огромный привет. Говорит, есть желание. Ну, блин, не знаю, надо попробовать. Попробовал, и вот третий фестиваль подряд принимаю участие. Угу. Каждое утро, каждый вечер, вот не тяжело. Что вас тянет-то сюда? Сложно сказать. Красота воздушных шаров. Судить о результатах по первому полету рано. Впереди еще немало соревновательных дней. И если погода позволит – полетов. Поэтому у каждого есть шанс вырваться вперед и даже уйти в отрыв. Понаблюдать за процессом можно. Встать придется рано, но это того стоит. Встретить рассвет на просторах Рязанской земли, среди поднимающихся в небо воздушных шаров. Впечатление, которое останется с вами навсегда. Следить за координатами полетов можно на сайте фестиваля и в социальных сетях. Кроме того, с 9 по 11 августа пройдет грандиозный праздник воздухоплавания с концертами, мастер-классами и маркетом. Пройдет он в Спаске, а как добраться – подробно описано в тех же социальных сетях фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова